Приветствую вас, дорогие друзья, рад видеть на моем канале. В этом году у меня план очень много роликов выпускать. Насколько часто я смогу это делать, я не знаю. И начало данной идеи я хотел бы положить в данном ролике. Хотел бы у вас спросить, как у вас обстоят дела с погодой в новогоднюю ночь, накануне нового года, это 31-го. В столице со снегом было очень туго. И тема этого ролика, она будет тоже снежная, если можно так сказать. Удивительно, конечно, на мой взгляд, как так получилось, как так произошло, что снег тут неожиданно в этом году всех заинтересовал. То есть, да, точнее, отсутствие этого снега в Москве. Данную тему я хочу начать с поста, который появился в интернете, с которого, можно сказать, все началось. Началось повествование про снег, про эту бесснежную историю. Сама новость, это источник, стартовый источник, откуда все началось. Написано, власти Москвы с начала декабря потратили свыше 200 миллионов на борьбу со снегом. Это новость декабря 21-го числа 2019-го года. Тут видео какое-то прилагается, лопаты убирают. И самое интересное, что это источник панорама. Под всеми своими постами, небольшим текстом они указывают, что это сатирическое издание панорама, и то, что их статьи не являются реально новостными. Многие уже, в принципе, знают, что это фейки. И, как сказать, стёб над инфоповодами, стёб над тем, как что-то вбрасывается. Убедился в том, что люди готовы хавать всё. Главное, чтобы это отвечало их настрою, их желанию в ту или иную информацию поверить. В связи с той общественной деятельностью, которую осуществляю я, и той клеветой, с которой я сталкивался в ходе этой деятельности, для меня это отчасти больная тема. Я очень много замечал, как тельные источники разворачивали информацию так им выгодно, так как они хотят это преподнести, и люди хавали, слепо хавали, потому что им удобно было верить в то, что написано. Так же и здесь. Вот, собственно говоря, человек пишет, что в путинской России всё так и делается, при этом ретранслирует панораму, даже не осознавая, что приколы, и не знает, что это фейковые новости. То есть, какая разница, что написано, проверять ничего не надо, доверяем молча тому источнику, который выгоден, к которому можно добавить какую-то свою гневную позицию. И такие комментарии не одни. Вот история о том, что деньги были потрачены не зря. Картинка. С данным заголовком, причём обрезано, что это панорама. Видео, которое там тоже было прикреплено. В Твиттере также это репостили, тоже давали какие-то свои комментарии, высказывали недовольство к власти в отношении фейковой новости. Никаких сомнений нет, что есть такой пласт аудитории, слепо верящей во всё, что им нужно. И панорама, я так понимаю, таким образом доказывает это. Весь прикол со снегом на этом, конечно, не заканчивается. 24 декабря панорама выпускает ещё один пост, он просто шедевральный по своему содержанию, по своему названию. Власти Москвы закупят снег для Нового года в Швейцарии. Вот эту новость, её более охотно проглотили фейкомёты. Самая абсурдная ситуация, вы подумайте, у нас большая страна, у нас много где, снег сейчас лежит просто с угробами. Казалось бы, в чём проблема вести оттуда? То есть, да, может какой-то более импортный снег, более, знаете, как альпийские коровы, лучшее молоко дают. Люди даже не задумываются, что если бы оно и нужно было бы, оно бы немножко по-другому делалось. Моразм какой-то, у нас снега на валу, живём с удобствами на улице, а они снег покупают. Я приверженец того, что нужно любую информацию проверять, сразу поддавать её сомнениям, задаваться вопросами. Чем больше вопросов, тем лучше. Находить ответы на эти вопросы, обращаться к первоисточникам, проверять, какие доказательства тех или иных слов. Не просто чьё-то мнение, а какое-то официальное обращение с каких-то более-менее весомых ресурсов, которые не были замечены за фейками и тому подобное. Тут вообще люди с панорамы делают репост данной новости. Это сама абсурдность ситуации просто зашкаливает. Твиттер также понёс подобную новость. Кто-то, конечно, с шуткой это репостил, подписывал. Кто-то реально на полном серьёзе писал, что какой-то бред, беспредел, 540 миллионов евро на закупку снега, мать твою. Обстоятельства таким интересным образом сложились, что начали под Новый год после этой новости. Там буквально накануне Нового года появляться фотографии, как на Тверской, в центре Москвы, действительно разгружали фуры снег. Ну, как потом оказалось, что это не совсем снег. Разгружали его в небольших количествах. Ну, то есть, там о 15 тоннах даже и рядом речи не шло. 29 декабря Алексей Навальный в своём твиттере взял вот эту фотографию, где на Тверской лежит снег, и написал такой текст. «Я думал, это шутка, а на Тверской реально раскладывают привезённый снег. Вот уж идеальная демонстрация поговорки «денег некуда девать». У меня возник сразу вопрос, о каком привезённом снеге, откуда привезённом снеге он имеет в виду, и какая поговорка «денег некуда девать», о чём он говорит, какие деньги. То есть, у него есть какие-то факты закупки этого снега. Ну, скорее всего, как у многих, появилось предположение, что он клюнул на фейковую утку, не проверяя её. Даже снег они умудрились перевернуть так, чтобы у людей это вызывало какой-то гнев к власти. Я за критику, в любом случае, объективную, и в отношении власти вообще любых людей. В любом случае, Навальный подстегнул вот эту волну фейковой новости, волну какого-то непонятного на ровном месте негодования, вместо того, чтобы начать разбираться в информации. Он же мог факты какие-то проверить, или хотя бы не говорить о том, чего он пока точно не знает. Власти, собственно говоря, получали очень, по всей видимости, много разнообразных запросов на эту тему в этот день, и они сразу дали ответ. Власти Москвы рассказали о происхождении сугробов в центре города. Эти сугробы состоят из крошки ото льда. Когда на катке катаются, образуется снег, крошка от него. Сказали, что раньше её утилизировали, просто растопить, да вылить её куда-то. Но в связи с тем, что снега не было в этом году, а в планах было построить снежную горку для катания сноубордистов, его использовали как основу для этой горки. И это был официальный ответ, официальное объяснение данной ситуации, что он не закупался. Он свозился со множества катков, которые сейчас работают в Москве. Один из них на ВДНХ, говорят, что большую часть снега вот этой крошки взяли оттуда. Там действительно каток имеется, и он не маленький. Я думаю, многие жители Москвы о нём знают. Сайт этих горок для сноуборда. Одна уже из горок была построена. Вот, написано, она бесплатная. Бесплатная горка с 13 декабря по 12 января 2020 года. Она находится на Арбате. И здесь мы можем также видеть, что сцена номер 2 на Тверской. Нажимаем. Вот. Бесплатная горка. То есть, действительно, была построена горка. Есть видео про эту горку. Но это горка на Арбате. Добрый день, дорогие друзья. Меня в московские сезоны путешествия в Рождество построили настоящую 30-метровую горку, на которой все желающие познакомиться с таким зимним видом спорта, как сноубординг, могут испытать себя. Людям хотят сделать как можно лучше, сделать какое-то развлечение, бесплатную горку отстроить для сноубординга, бесплатную, чтобы люди приходили, тренировались, давали там разные мастер-классы, теленные спортсмены. То есть, хотят как-то улучшить жизнь. Но даже в этой ситуации, вот эти вот популисты умудряются из этого устроить какое-то народное негодование, не попытавшись даже разобраться. То есть, попытки не было. Также я нашел еще такую вот статью на Ридусе. Ну, Ридус, это очень, по всей видимости, сомнительный ресурс. Видео снегоуборочной машины чистят улицы Москвы от несуществующего снега. Статья вот 19-го года, 25-го декабря. Вот картинка. Об этом сообщают синие ведерки. То есть, они ссылаются на какой-то непонятный паблик ВКонтакте, непроверенный, соответственно. Выкладывают это видео. Непонятно, где снято, что это за место. Я, допустим, не знаю. Даже, допустим, представим, что это Москва. Вопрос не в этом. Мы просто берем, нажимаем найти картинку в Яндексе. И с вами видим, вот где эта картинка использовалась. Открываем пару источников. Год. 2018 декабря. То есть, подобное видео уже использовалось в декабре 2018 года для подобных инфоповодов. Тоже вот. В 17-й год, 27-го декабря. То есть, уже информация использовалась. Автор данной статьи целенаправленно использовал эту информацию. Ну, потому что, как можно увидеть что-то? Опять-таки, где она эту картинку увидела? Если ей прислали, тогда надо проверить. Если она сама ее нашла, тогда 100% она ее нашла из имеющихся статей. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, те, кто составляют подобные статьи. Наивные, глупые люди, не понимающие, как работать. Такое тоже возможно. 30-го был снег. Я в Инстаграме даже снимал в этом сториз, что выпал снег. К вечеру этот снег нормально так повалил. Я когда ехал на машине, я почувствовал, что снег на дорогах не маленький. Машина покрылась тоже таким неприятным мокрым снегом. И не поверите, я ехал по дороге, и снегоуборочные машины убирали этот снег. Когда они его не по щелчку пальца убирают, это невозможно. Взять из-за частного олившего снега, разом его убрать в машине, нужно проехаться. Многие также обвиняли в том, что еще до снега снегоуборочные машины просто катались по городу. Я предполагаю, что они катались для того, чтобы встать на разные позиции. Потому что они очевидно на протяжении не сезона находятся на каком-то паркинге. Им нужно встать по своим местам, чтобы во время выпавшего снега люди потом не орали, что снег выпал, его некому убирать. То есть тут такая ситуация, знаете, как ни покрути, люди будут недовольны. Пишите свое мнение по этому поводу в комментариях. Я стараюсь читать все комментарии. По возможности, если комментарий конструктивный, интересный, я на него обязательно постараюсь ответить. Хотел бы вас всех поздравить с наступившим Новым годом. Успехов вам, продуктивности в этом году. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok